Всем тихой ночи. Японская культура это не только аниме, огромные роботы и самураи, но и монстры. Огромное количество самых разных монстров на любой вкус. И конечно же фонд SCP не мог остаться в стороне при таком-то разнообразии. Кстати, это видео можно считать некоторым дополнением к тому, что было про японское аномальное агентство. Ссылка на то видео в описании. Захватив документы имперского японского агентства, фонд SCP начал искать этих существ на территории страны. И поиски были недолгими. Ведь вся страна буквально кишила монстрами. В пустынных пригородах, на темных дорогах и в лесах Японии с наступлением темноты появляются высокие фигуры. И встреча с ними не сулит ничего хорошего. Во всяком случае тем, у кого при себе не окажется никаких источников света. Потому что свет это вообще единственная вещь, которая может спасти от гибели незадач леопутника, попавшего в такую ситуацию. Для современного человека это не проблема. Ведь сейчас у всех есть мобильные телефоны. Они спускают достаточно света, чтобы изгнать встреченное существо. Но вот если так случится, что ничего такого под рукой не окажется, страшные фигуры резко приблизятся. И за пару секунд перед смертью, жертву успеют заметить огромного скелета со множеством повреждений на его скелетизированном теле. Повреждения эти на нем не просто так. Ведь появился монстр из страданий сотен людей. Да и он сам по себе является концентратом страданий. И чем хуже люди живут в какой-то местности, тем больше таких тварей ночами восстает из тьмы. Несмотря на крупные размеры, существо способно достаточно быстро и бесшумно перемещаться. Оно ловит одинокого путника и резким движением отрывает ему голову. После чего поливает себя его кровью. Таким образом насыщая свое тело. Сейчас из-за того, что большая часть Японии представляет собой плотно обжитую территорию и практически везде есть освещение. Гасси Дакура, именно так называются эти монстры, практически не встречаются. Но фонд SCP все равно следит за появлением существ, занося их в базу, как SCP-2863. И как вы уже могли догадаться, такой монстр появился совсем не на сайте фонда. В него верили японцы еще 10 века. Япония той эпохи была достаточно мрачным местом. Постоянные войны и голод были обычным делом. И вот некий самурай Тайра Нома Сакада устроил очередную гражданскую войну, результатом которой были горы мертвых тел и голод. Самого его в итоге убили и дочь его осталась без отца. Про эту самую дочь говорили, что она страшная колдунья и что она запустила особое проклятие, которое должно было отомстить всем, кто творил бесчинство во время этой гражданской войны. С тех пор из гор тел людей, погибших в войнах и от голода, восстают огромные скелеты. Гасси Дакуру, единственным смыслом существования которых является месть. Кстати, в оригинальном мифе не говорилось о том, что монстр боится света. Он нападает на людей, пока не кончится ярость и жажда мести. Тех тел, которые его изначально составили, его было практически невозможно победить. Кровавая жатва заканчивалась только тогда, когда вся жажда мести выдыхалась и существо просто разваливалось. В каком-то смысле оригинальный Даша Дакура. Это даже более грозный монстр, чем тот, что есть в SCP под номером 2863. В том же 10 веке у императора Санзи родился сын, ставший известным как принц отцу Акира. После смерти своего отца, отцу Акира стал вести себя странно, и люди решили, что в него вселился дух Мононоки. В свою очередь после смерти отцу Акиры, люди говорили, что тот сам стал злым духом, преследующим людей. В мире SCP агенты фонда исследуя набитыми монстрами Японию, как-то раз встретили дух человека, появляющийся в старинной броне, с традиционным самурайским мечом Адачи. Этот дух при появлении сражался с различными монстрами, неизменно побеждал, и после этого растворялся в воздухе. В общем, это полезное для дела фонда Аномалия. Была занесена в базу данных, как SCP-3507, и сам SCP даже организовал МОК под названием Smooth Samurais, что можно перевести как ровные самураи. У фонда, как обычно, всё чётко. Это МОК занимается тем, что не даёт гражданским увидеть проявления SCP-3507 и монстров, с которыми он сражается, а также следит за действиями самого объекта. И на основе этих наблюдений фонд даже придумал несколько способов борьбы со злыми духами. Объект SCP-3507 оказался в целом дружелюбен к сотрудникам фонда, и из диалогов с ним стало ясно, что он сын императора Санзё, и его задача уничтожить всех Гася Дакура, тех, что уже известны фонду под номером 2863, да и по возможности извести всех других потусторонних духов Якаев. Кстати, о Якаях. Девятихвостая лиса, способная превращаться в человека и чаще всего в убирающий образ красивой девушки. Это, наверное, самый популярный персонаж японской и корейской мифологии. Она была поймана фондом и сидит в камере содержания SCP-953. Впрочем, являясь достаточно сильным духом, это существо частенько сбегает, используя свои способности к внушению и трансформации. Во время своих побегов существо нередко убивает множество людей. Во время последнего своего побега оно убило 27 участников фури-фестиваля, где пыталось слиться с толпой. После чего, как ни странно, существо стало намного спокойнее, дало себя поймать и больше не пыталось сбежать из камеры содержания в SCP. Однако это только одна девятихвостая лиса, а в старинных японских историях встречается довольно много таких существ. Вообще говоря, согласно древним японским легендам, любая лиса при удачном стечении обстоятельств может приобрести потусторонние силы. Когда обычное животное начинает свое мистическое преобразование, у него вырастает второй хвост. А когда обычный зверь становится могущественным духом, хвостов уже девять. Отсюда и девятихвостая лиса. И вот среди таких была лисица Томама-Нумая. Она отличалась тем, что умела принимать вид красивой девушки и была в этом так хороша, что стала любовницей 76-го японского императора, жившего в 12 веке. В какой-то момент придворные заметили, что любовница императора светится в темноте. И почуяли неладное. Они решили вывести из дворца странную женщину. И та приняла свою истинную форму, то есть стала лисицей. Тогда она сбежала в лес, где превратилась в камень. И камень этот отличался от обычного тем, что если человек прикасался к нему, он немедленно умирал. В мире SCP японское имперское агентство, конечно же, нашло этот камень и начало проводить с ним эксперименты, пытаясь соединить силу древнего духа с подопытными солдатами для того, чтобы сделать их боевыми монстрами. Судя по всему, ученым агентству удалось отделить дух Томама-Нумая от камня, и он стал менее смертоносным. Человек не погибал от контакта с ним, а приобретал сверхчеловеческие силы. После того, как фонд SCP захватил все материалы агентства, камень был привезен в одну из зон организации в качестве SCP-2953. И к тому моменту его свой отличались от того, что было описано в мифах. Теперь камень превращал прикоснувшегося к нему в чудовище, в нечто среднее между человеком и животным. Фонд SCP провел с ним несколько экспериментов, после чего закрыл этот кусок камня в камере содержания номер 2953 в зоне 44. В общем, объект на содержании, хотя некоторые агенты фонда считают необходимо поймать сам дух Томама-Нумая. В то же время один из членов Совета О5 считает, что Томама-Нумая это и есть SCP-953, и соответственно она уже содержится фондом. Сама SCP-953 это отрицает и говорит, что она вообще не Китсуна, а Кумиха, то есть корейская версия этого существа. 76-й император Японии спал с Китсуна, а вот 75-й по имени Сутоку вообще считается могущественным злым колдуном. Будучи императором, он умудрился довести страну до гражданской войны, что для средневековой Японии не то чтобы редкое событие, но все же довольно неприятная фигня. Сутоку в этой войне проиграл и был сослан доживать свои дни на остров, где изучал мистические свитки, а после смерти стал могущественным злым духом. В мире SCP в 1946 году японское правительство обратилось к Совету О5 для помощи в том, чтобы усмирить дух древнего императора, который начал устраивать шторма, оживлять различных монстров из японской мифологии, да и вообще не стихаус и разрушения. Фонд SCP обозвал происходящее SCP-4383 и решил разобраться с этим силами специалистов по оккультным делам. И те разработали особый ритуал, включающий в том числе и человеческие жертвоприношения, и символически изображающие основные этапы жизни императора Сутоку. В общем, фонд посредством кровавых ритуалов напоминает духу, каким он был ужасным человеком. Дух, по всей видимости, расстраивается и перестает хулиганить. Такие дела. Вот такие вот объекты из японской мифологии содержат фонд SCP. Во всяком случае, пытается содержать. Так что не встречайтесь с Гася Дакуру в темноте, а то отцу Акира не всегда поможет. Не верьте Китсуне, а еще не стоит злить Сутоку. Всем пока!